Всем доброго времени суток! Меня зовут Оксана Тихомирова и я фэшн-иллюстратор. У меня в руках набор скетч-маркеров фэшн-дизайн, но рисовать ими можно не только модные образы. Дело в том, что компания скетч-маркер составляет палитру каждого набора таким образом, чтобы можно было безболезненно выйти за пределы выбранной тематики и не ограничивать себя в творческом полете. Например, палитрой для точной иллюстрации совершенно свободно можно нарисовать пейзаж. Вот такой набор. Здесь 24 цвета. Потрясающий сет. И оттенков здесь более чем достаточно, чтобы можно было выбрать практически любую тематику для рисования. И сейчас вместе с вами мы будем рисовать морскую тему с маяком. Это маркеры двусторонние. С одной стороны наконечник Долото, с другой стороны наконечник Браш. И таким и таким наконечником я буду рисовать. Составила я палитру тех цветов, которые понадобятся сегодня для рисования пейзажа. Вот такой фотореференс я выбрала. Это будет море с волнами, с облачками, маяк. Вместе с вами сейчас это порисуем. И цвета, которые будут необходимы. Вот она будет выкраска. Она постоянно будет тут лежать на видном месте, чтобы вы посмотрели. Значит, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Возможно, вы уже знаете, а кому-то я сейчас расскажу, и это будет новостью, что можно добиться градиента с одного и того же маркера. То есть при высыхании маркер на себя накладывает еще один дополнительный слой. При высыхании второго слоя на него же нанести, если третий слой, то получается вот такой вот градиент. Если четвертый раз попробовать, может быть, тоже получится. Кстати, можно сейчас... Тут у меня уже подсох серый цвет. Так, это получается три оттенка. Это самый светлый. Это сначала я один раз провела, потом второй раз, и вот это вот третий, уже такой более насыщенный. Получается, что из одного маркера мы получаем три оттенка. Ну, как, opacity, прозрачность у нас уменьшается при нанесении послойно. И так практически с каждым цветом. Это очень хорошо видно на этом сером оттенке. На темно-сером, может быть, вам сейчас не видно, но здесь, когда смотришь живую, явно видно три разных цвета. На голубом, на синим и так далее. Ну, вот, по крайней мере, на второй слой уже явно видно, что оттенок становится намного темнее, и прозрачность уменьшается. Этим свойством не забывайте пользоваться. Это очень пригождается. И, по сути, вы вместо трех разных оттенков можете купить только один, но при нанесении послойно вы будете получать разные цвета. Это потрясающее свойство маркеров, скетч-маркер. Спасибо за это им огромное. Ну, и давайте с вами приступим непосредственно к рисованию. Итак, давайте приступим. И начну я с того, что нанесу сначала основные линии. Анализирую фотореференс, смотрю, где у меня линия горизонта, на каком уровне находится маяк. И обозначу перспективу вот этой дорожки, которая ведет к маяку. Легкими такими линиями, обычным простым карандашом, начинаю наносить. Это у меня примерно линия горизонта. Здесь у меня будет маяк. Вот по такой траектории идет эта дорожка. Здесь линия, по которой блоки. И смотрим массу облаков, откуда она начинается. Тоже основными массами ее намечу. Работающим. Продолжение следует... Итак, а теперь можно в принципе прорисовать некоторые детали. Начну со ступенек. Продолжение следует... Чем дальше уходит вот эта дорожка со ступеньками, тем меньше ее нужно прорисовывать. Вот дальше там я уже просто такими вот штрихами сделала. И этого вообще будет достаточно. Потом массу камней тоже, которыми укреплен берег, тоже так достаточно схематично. Но стараюсь линию делать живописной. То есть не вот таким вот образом, например, вот этот вот лежит, ну как бы лыжник, там цемент, кусок цемента. Надо не такими вот прямыми линиями его рисовать. Как он там? Вот так, вот так. Такой вот. Не надо такую геометрию, а все-таки у нас художество. Линии делают такими дрожащими, что ли. Сразу штриховку карандашом делаю, чтобы потом, я думаю, что буду это линером все усиливать. И чтобы было потом легче, я уже намеченную штриховку буду повторять линером, тоже скетч-маркер. Я просто хаотично делаю наборы линий и штриховок. Потому что здесь рисовать вот такие вот камни, конечно же, нереально. Это просто я набираю такую массу, состоящую из таких вот каких-то объемов, которые относительно друг друга находятся в тени. Поскольку это скетч, нам подробность здесь совсем не нужна. Облегчаю вот эти линии, которые я нарисовала. Которые наметила горизонт, маяк. Они мне мешают. Вы можете у себя их пока что оставить. Хочу их теперь более художественно изобразить. Тоже так достаточно дрожащей линией. Так. Спасибо. 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 В принципе с этим все. Самая тут такая кропотливая работа это было показать эти камни. а теперь уже начинается работа цветом. Я тоже заштриховала, чтобы показать объем, то есть высоту вот этого поребрика. Итак, давайте теперь приступим к цвету. Сразу же хочу начать с маяка. Беру красный оттенок Red R111. Вот он. И наконечником долоту на маяке сразу отмечаю вот эти вот красные полоски. Спасибо. Далее беру серый оттенок. Самый светло-серый из моей палитры это CJ7. И сделаю им тени на маяке. Тоже наконечником долоту. Можно тоже окошко сразу же здесь наметить. Так, теперь этим же самым светлым оттенком, наконечником долоту CJ7, я буду затенять нашу вот эту вот дорожку. Так. 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 этой дорожке ни одного абсолютно белого места, поэтому я ее так вот и заливаю. Все эти камни вот такими вот штрихами в разном направлении, этим серым оттенком. Он подсохнет, его будет практически не видно, он очень будет светлым. Его можно будет усилить потом другим, но все равно фон от него останется. То же самое сделаем здесь, на ступенях, на блоках. Закрашивать их полностью нет смысла, особенно которые ближе к нам. Достаточно вот так вот наметить оттенком и все. И здесь точно таким же образом. Так, теперь беру оттенок более темный, например, вот этот TJ8. И тоже наконечником 2 тонн усилю те места, где у нас самое такое затемнение, там где тени. Продолжение следует... 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 не будем доводить это все до краев до самых пусть у нас будет воздух так и самым светлым голубым оттенком вот он небесный бе 94 я его возьму и наконечником уже браш будем сейчас делать небо значит вот такими вот штрихами очень легкими вот формируем так вот облака заметьте контур маяка мы не рисовали контуром маяка служит граница его самого и неба здесь также точно облачка с разным различным нажимом а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь оттенком потемнее BJ83 Вот он Вот эти вот темные кучки Сейчас отметим ДимаTorzok ДимаTorzok Дима Тorzok ДимаTorzok ДимаTorzok у нас небо можно остановиться теперь только немножечко добавить такого немножечко желтого оттенка о 14 тоже брашиком и пройдусь здесь там какой-то отблеск солнца здесь вот в этих местах совсем чуть-чуть можно еще вот тут вот на маяке добавить так и на камнях ну и теперь давайте будем рисовать маркерами море так положу фотореференс оттенком будем работать вот этим в 53 тоже наконечником браш и характер у волн будет вдалеке там все очень так достаточно густо слита поэтому вот таким способом показываю дальние дальние дали понимая что нужно оставлять белым место где у нас волны ударяются по берег можно карандашиком себе наметить вот эту вот границу где самые активные белые моменты и поехали дальше и чем ближе к краю тем больше расстояние между этими волнами и 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 теперь опять светлым оттенком 2 и 94 добавим там вдалеке цвета заполним волны и и здесь в этой части то же самое сделаем можно сначала самым светлым оттенком залить B94 а потом уже взять оттенок B53 и также так вот показать и и и и и и и и и так далее берем с вами самый-самый светлый серый оттенок хочется еще немножечко здесь где волны добавить оттенок cg-7 и там где вот эти вот волны хочется еще только немножечко тона добавить ну вот на этом в принципе можно остановиться и давайте теперь поработаем лайнером у меня лайнер тоже скетч маркер очень тоненький и проработать сим необходимо теперь детали чтобы было так более графично и выразительно что я здесь хотела бы повторить линию вот этих вот лестнице сделать штриховку может быть все даже где-то контур этих булыжников особенно которые к нам ближе всего их подчеркнуть но в любом случае работать здесь только вот такой вот штриховкой нужно и и Продолжение следует... Продолжение следует... То, что ближе к нам, то и самое контрастное. Вот я поэтому вот эти столбики, фонарики, их более детально, более четко обведу. То, что дальше, просто уже ограничиваюсь такими вот линиями. И все. Так, что еще можно добавить здесь? Окошко у маяка. Потом на моряке есть балкончик, вот в этом месте. Так. Немножко можно тоже штриховочку тут дать по краю. Так, потом наверху вот эту вот деталь тоже можно немножечко усилить. Так. Так, и с этой стороны тоже еще в разных направлениях штриховку дам, потому что булыжники навалены хаотично. Линию берега тут можно... Вот примерно так. Так, и еще для выразительности, или такой эффект можно добавить слегка. Линию горизонта чуть-чуть, очень легко-легко-легко показать здесь, здесь. И такие вот волны, что ли. Ну вот таким образом показали. Так, ну и давайте на фотореференсе этого нет, а мы с вами добавим здесь немножко живности, чаечки. Вот такие галочки, просто птички совсем маленькие, в таком, в разном направлении и разного размера. Чем ближе, тем крупнее. Ну, в принципе, можно их даже еще и таким темным оттенком. Брашим, вот, чтобы они не терялись. Ну вот, в принципе, все. Можно этим ограничиться. Вот, посмотрите, пожалуйста, таким модным сетом, скетч-маркером Brush Fashion Design мы с вами изобразили вот такой вот морской пейзаж с маяком. Спасибо, что были со мной, спасибо за внимание, спасибо скетч-маркерам. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok